Всем большой привет! Я сегодня выполняю очень необычный для меня запрос. В общем, у меня последние запросы все немножко необычные. Но, тем не менее, я стараюсь их выполнять. Вы знаете, этот запрос вообще индивидуален. Мне его попросила выполнить Катюшка Минченкова. Катюш, спасибо тебе огромное за этот запрос. Она меня попросила снять все мои свечи и все, что с ними связано. Но, получается, подсвечники. Что еще со свечами может быть связано? Я не скажу, что я фанат свечей, но я их люблю. Я люблю время от времени украшать свои ролики свечами. Просто так я крайне редко их включаю, зажигаю. В основном, когда у нас отключают электричество, наверное. Ну и вот то, что касается роликов. Давайте я вам покажу те свечи, которые купила я сама. Ну и подсвечники. В основном, я покупала подсвечники. Свечи у меня все подарены. Абсолютно все свечи будут у меня подарены. Ну и покажу то, что мне подарили девочки. Давайте начну с того, что я купила сама. Первая свеча уже стоит. Она продавалась в фикс-прайсе. Там были несколько вариантов. Мне очень хотелось, на самом деле, в красном оформлении, чтобы вот такие как бы желтые сердца на красном фоне были. Но в нашем фикс-прайсе я тогда смогла застать серебряную. Но она мне тоже очень нравится. Красивая. Следующую свечу, подсвечник, который я купила. Это все подсвечники. Там свеча вставлена. Сейчас покажу, какая. Вот в таком варианте. Сейчас там горит. Следующий подсвечник, вот такой, в форме лилии. И этот подсвечник я приобрела в компании Avon. Был такой набор. Он у меня участвовал даже в одной из пародий, где я пародию снимала на заказ Avon два года назад. Вот. Такой вот подсвечник у меня с тех пор живет, радует меня. Я также вставляю маленькую в него свечку. И он у меня, например, первое время, вот тогда два года назад, часто фигурировал в роликах. Вот такая вот красивая форма цветочка. Следующий цветочек, который я купила уже совсем недавно. И для меня это было достаточно дорого для подсвечника. Тоже, смотрите, какой цветок. Уже глубокий. Я думаю, это стекло. Он стоил, я не помню точно, рублей 200-250. Может быть, 200. Для меня это дорого, как мне показалось в тот момент. Но настолько он меня впечатлил, что я готова была отдать эти 200 рублей за такую красоту. Это реально украшение. Украшение любого стола. Супер. Прямо я даже загляделась. Так, из того, что купила я, наверное, все. Вот, все. Это вот три подсвечника, которые прямо вот меня впечатлили и зацепили. Но, как я уже и сказала, я не скажу, что я прям фанат. И подсвечник, который я очень люблю, и вы часто видите у меня в роликах, в форме вот такого сердца. В темноте это сердце, кажется, светится, когда горит свеча. Единственный минус вот этого подсвечника, его после того, как погасили свечу, не надо брать за верхнюю часть. Только за нижнюю, потому что очень накаляется, горячим становится. Этот подсвечник подарили моему мужу на работе. Наверное, лет 7-8 назад. И я тогда подумала, что какой-то там дешевый, наверное, под золото, что быстро облезет и выкину. Ничего подобного. Вообще нигде ничего не облезло в идеальном состоянии. И от горячего тоже никак он не деформируется. Радует меня этот подсвечник вот уже несколько лет буквально. Ну и теперь покажу свечи, подсвечники, которые ко мне приехали все в посылках. Все приехали как подарки. Самые красивые, которые хотела бы показать. У меня пока рука не поднимается их достать в форме цветочка. Вот такие вот они красивые. Два оранжевых цветочка. Есть название? Ну нет, по-русски написано. Вот такая вот красота. Сюда поставлю. Еще один подсвечник, который мне очень нравится. Тоже рука пока не поднялась. Ни разу не зажигала. Вот такой красный. Все берегу и хочу в каком-нибудь ролике его зажечь. Наверное, он будет тоже красиво смотреться. И к моей стене кирпичной очень подходит. Здесь поставим. Ну и дальше уже можно назвать их стандартными. Но каждый подсвечник, каждая свеча ко мне приехала в посылках от девочек. Давайте я вас познакомлю с этими свечками. Первая. Вот в такой коробочке. Я даже ее из коробочки не вынимаю, чтобы пыль не попадала. Такой приятный аромат. Мне кажется, кофейный. А, да. Кофе. Свеча ароматическая. Кофе. Вот такая свечка. Следующая свеча я вам пока целая и показываю. С ароматом апельсинчика. Вот так. Тоже еще пока девственно чистая. Жалко мне ее пока трогать. Еще одна тоже пока нетронутая. Я не знаю, честно, что это за аромат. Вот она такая вот серая. Пока тоже не трогала. Но аромат непонятный. Вот так по тестированию я не знаю, чем пахнет. И еще одна из нетронутых с ароматом яблока. Я так понимаю, это икеевские свечи, да. У меня еще одна была красная. Она полностью истратилась. Я вычистила все от воска. И сейчас использую как такой стаканчик для необходимых нужд каких-то. То есть потом остается вот это стекло, которое можно также использовать как подсвечник, но уже для купленных высоких свечей. То есть от воска полностью очищается и замечательно все. И вот такой. Самая многострадальная свеча, которая ко мне приехала, это с ароматом сирени. Видите, она пострадала в поездке. Но я ее как свечу уже использовала. Мы ее поджигали. Аромат приятный. И когда она закончится, я уже выкину, потому что стакан этот не сохранить. Но просто так выкинуть у меня рука не поднялась. Я считаю это неправильным. Пускай она свое отслужит. Ну и две свечи я вам так по-быстрому покажу. Потому что они уже просто открыты. И мы их используем. Аромат, по-моему, в одной ваниль, а во второй тоже ваниль. Да, обе с ароматом ванили. Я люблю аромат ванили, поэтому они у меня в использовании. А вот в этой была вот такая вот этикетка ванильная. Ну а эту я уже даже и не помню. Но в любом случае они у меня активные самые. И еще покажу. Тоже в подарках приезжали. Остались у меня вот две коробочки. На самом деле у меня их было несколько. И сама я покупала. Тратятся они уже чаще. Потому что каждый раз я, например, тот подсвечник вставляю свежую свечу. И тут аромат розы и аромат кофе. Каждой по три штучки осталось. Надо будет подкупить. Чтобы было еще. Все. А, нет. Вот еще два подсвечника. Ошиблась. Еще два подсвечника. Сейчас вам их покажу. Вот такие. Это тоже я купила сама, кстати. Это из серии то, что я купила сама. Вот такие два прозрачных. Они меня так впечатлили. Они тоже, бывает, фигурируют у меня в роликах. Вот так. Бывает, сопровождают тот подсвечник. Ну, в общем, вот так. Еще две нашла. Вот столько у меня подсвечников. Для меня это много. Потому что я, как я сказала, не так часто пользуюсь. Но для меня достаточно, чтобы было чем посвятить, чем порадовать себя, когда это необходимо. Ну, и порадовать своих близких. Давайте вот из этих вынимала свечки, которые в них стояли. Сейчас можно вернуть. Вот. Вот так вот, Катюш, выполнила я твою просьбу. Прямо индивидуальную. Редко что бы вот единственный запрос как бы от одного человека его выполняешь. Ну, мне тут захотелось. И знаете, почему еще захотелось? Мне захотелось у вас спросить, как вы относитесь к свечам? Какую они занимают роль в вашей жизни, в вашем уюте? И какие вы больше любите? Может быть, ароматы или вот форму подсвечников? Ну, то есть, мне вот это правда интересно. Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Всем до новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok